Здравствуйте, друзья! Меня зовут Светлана Волкова. И сегодня на страницах своего блога Мерчерточка.Ланове.ру я хочу вам рассказать об одной очень полезной программе, которая вам пригодится не только в рукоделии, но поскольку у меня блог в основном посвящен рукоделию, я буду рассказывать о программе STD Viewer в свете рукоделия. Как известно, в загашнике любой рукодельницы великое множество журналов и книг, скачанных с интернета в электронной версии. Большая часть этих книг, конечно, в формате JPEG, это графический формат, но довольно часто встречаются и журналы, особенно журналы и схемы в формате PDF и либо DejaVue. Как известно, формат PDF просматривается такими программами, как Acrobat Trader и Foxy Trader, а DejaVue – DejaVue Viewer. Но я вам предлагаю перейти на совершенно бесплатную, очень удобную программу, которая называется STD Viewer, которая может просматривать файлы и в формате PDF, и в формате DejaVue. Давайте я открою, и мы посмотрим, как выглядит рабочее окно этой программы. Вот у меня файлы из формата PDF, давайте какой-нибудь щелкнем и откроем. Вот, как мы видим, при открытии рабочего окна, программа у нас спрашивает, нужно ли открывать все файлы, которые мы смотрели в предыдущей сессии. Поскольку я хочу, я говорю «Окей». Вот так вот, таким образом у нас выглядит рабочее окно программы STD Viewer. Как мы видим, в принципе, ничем не отличается ни от DejaVue Viewer, ни от программ, которые просматривают PDF. Допустим, Foxy Trader очень похоже, все так же листается. Здесь сбоку эскизы можно просмотреть. Здесь можно несколько журналов просматривать, до 10 штук. Но в чем преимущество именно вот этой программы, я вам хочу рассказать. Дело в том, что вот именно в этой бесплатной программе можно любой фрагмент выделить и сохранить в формате GPG. Ну, давайте попробуем это сделать. Итак, давайте какую-нибудь картинку выделим. И вот заходим, смотрим в верхнюю панель, находим здесь опцию «Выделение изображения». Нажимаем на эту опцию, как видите, крестик появляется. Вот мы хотим эту картинку перенести в любую какую-нибудь графическую программу. Вот я выделила, затем я нажимаю на функцию копирования. Ну, допустим, мы открываем Paint и вставляем эту картинку. Вот у нас этот, видите, отдельный фрагмент. У нас сохранился, и мы можем его сохранить в любом графическом формате. Вот это у нас, что касается DejaVue, то же самое можно проделывать с PDF. Что еще может эта программа, если у вас информация была занесена в текстовом варианте. Вот, допустим, вот здесь вот текст в формате PDF. Здесь инструкция, как вышивать данную схему. Мы можем, допустим, выделить не только часть фрагмента, как картинку, можем выделить как текст. Вот давайте, надеюсь, здесь есть также опция «Выделение текста». Если мы выделим текст, и что мы можем сделать? Мы можем его скопировать, и, допустим, если нам нужно, перенести в программу, работающую с текстовыми данными. Я, допустим, хочу перевести в Google Переводчик. Итак, вот я зашла в Google Переводчик. Здесь я вставляю свой выделенный текст. Видите, легко вставляется. И вот Google Переводчик делает нам приблизительный перевод данного текста. Если вам нужно что-то перевести, ну, как пример, использование возможности вот такого бесплатного, у нас вот этой бесплатной программы «Стедевьювер», если вам нужно. Ну, кроме того, можно делать в, допустим, в этой программе можно делать какую-нибудь закладку на нужной нам странице. Вот, допустим, если мы вот здесь вот ту же самую картинку хотим сделать закладку, чтобы быстро найти, допустим, вот воздушные замки. Мы берем и говорим, допустим, «Добавить закладку». Вот она, перейти к странице номер 59. Вот я говорю «Окей», и у нас вот здесь появляется закладочка. То есть, если нам нужно найти быстро какую-нибудь картинку, нам необходимую, то можно легко по закладке найти. Кроме того, в этой программе есть вот этот, можете сами просмотреть, довольно простые настройки программы, где можно настроить те форматы, которые вы хотите смотреть, шрифты, а также быстрые клавиши, если вам надо. Вот тут как раз можно настроить то, нужно ли вам показывать просматриваемые предыдущие сессии, либо не нужно. То есть, предыдущие раз то, что вы открывали. Вид, вот также верхний вид вкладок можно по-разному здесь настроить, чтобы программа отображала и так далее. Ну, в общем, вот всё, что я хотела вам рассказать о такой полезной программе, которая пригодится вам не только для рукоделия, но и вообще. А на сегодня и всё. Всего доброго, творческих успехов и ровненьких вам крестиков.